Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний наш видеообзор будет посвящен рублям 1924 года. А именно, как отличить копию от оригинала. Ибо не секрет, что в последнее время появилось огромное количество подделок, в том числе и данной монеты. На ваших экранах представлено 4 монеты. Сразу скажу, что 2 из них фальшивки, а 2 рубля из них настоящие. Хотя, посмотрев на экран, довольно тяжело отличить, где же фальшивка, а где оригинал. Скажу откровенно, что качество копий, которые представлены здесь, довольно-таки неплохое. И, безусловно, легко отличить копию от оригинала, если у вас есть оригинал и возможность визуально сравнивать, так как мы сейчас и будем это делать. Но, если вы находитесь на улице и держите в руках такую копию, и у вас нет точных весов и оригинала для сравнения, который вы точно знаете, что это оригинал, это сделать довольно-таки непросто. Ранее были копии, которые сильно отличались по весу. Но сейчас эту проблему фальшивомонетчики легко решили. То есть, если вы возьмете с собой веса, то вы можете увидеть, что мы сейчас переважим все монеты, и вот вы увидите 19,98 или 20 грамм, то есть вес абсолютно нормальной монеты. Вот вторая монета, 20,01. Третья монета, 19,79. И четвертый рубль, 19,94. Наверное, много из вас скажут, что монета 19,78, которую я взвешивал, третья сильно отличается по весу, да, и что она является фальшивкой. Но, скажу отчасти, да, это правда. Но это вполне адекватный вес даже для оригинального рубля. Потому как изначально каталожный вес 20,0 в процессе обращения монеты часто изнашиваются на 0,1-0,4 грамма, в зависимости от потертости решунка. Значит, на что же в первую очередь следует обращать, кроме веса? Ведь все четыре монеты, в принципе, довольно-таки неплохого весового диапазона. То есть все оригиналы монет могут попадать в данную категорию. Значит, первое, что я бы хотел вам сказать, это толщина монеты. То есть копия, вот вы видите, копия монеты, вверху находится, она на миллиметр толще, чем оригинальный рубль. То есть если вы будете ее сравнивать по толщине, вот вы видите, темный рубль это оригинал, светлый это копия. Толщина монеты выдает подделку. Но опять-таки, если же сравнивать ее с оригинальной монетой. Также немножко на копии, ну совсем немножко, рельефность рисунка. Но если у вас опять-таки нет оригинала с чем сравнить, это не заметишь. Может быть, не такие четкие по кругу рубля точки. Но я бы тоже не сказал, что это характерная отличительная черта. Гурт на копиях, вот два-две копия монеты, тоже сделан довольно-таки неплохо. И я бы не сказал бы, что на нем есть какие-то явные изъяны, по которым можно сказать наверняка, что это копия. Основная деталь рисунка на копии, это я вам раскрою один из секретов. Это не совсем удачная вырезка штемпеля. И это одна, пожалуй, характерная черта копии рубля, с которой я вижу, даже не пользуясь весами, и увижу ее на любой монете в интернете. Это ошибка в гравировке деталей. Крестьянин опирается на плуг, или я не знаю, что это, что он держит в руках. Вот вы видите, здесь одна перемычка и вторая перемычка. Они изготовлены ровно и красиво. На копиях же здесь перемычка изготовлена нормально, а здесь она в две черты. И эта перемычка в две черты абсолютно на всех штемпелях этих монет. Эта ошибка выдает подделку сразу. И вы можете с стопроцентной уверенностью сказать, что это монета из этой партии, и что это фальшивка. Ну и, конечно же, сверяйте толщину монеты. Она все-таки заметна на глаз толще обычного рубля. Хотя вес монет подогнан довольно-таки неплохо. Но поскольку серебро металл довольно тяжелый, а копии изготовлены с латуни или из меди, и чтобы вес подогнать до серебра, монетную заготовку вынуждены были сделать толще. Надеюсь, что вам был интересен и полезен наш видеообзор. Подписывайтесь на канал Мир Коллекционера в Ютубе, и мы вам расскажем о других отличительных деталях копий и оригиналов монет. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Успехов! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»